Доброго времени суток! С вами Людмила и очередная болталка, живое общение. Вы мне можете в комментариях написать, я оставлю. Вернее, открою комментарии. Вот хочу вам рассказать чуть-чуть о себе. И я на правильном питании, так называемом, для меня. У каждого, наверное, свое правильное питание. Где-то с января. До этого я питалась тоже, в общем-то, так же. Но просто сейчас стало больше внимания уделять именно продуктам, овощам. Больше овощей кушать. И совсем свела на минимум фрукты. Ягоды тоже кушаю. Но самое большее, что я изменила в питании, это я начала употреблять больше специй. Раньше у меня не принимала, мой кишечник не принимал специи. Но я пролечила их травками. И сейчас я могу и горчицу кушать, и перчик черный добавлять с куркумой. У меня появились такие прекрасные помощники для моего здоровья, как куркума с чёрным перцем, редька с чесноком, редиска. Оказывается, всё это вкусное. Раньше я как-то пекинскую капусту любила больше, а сейчас мне даже больше нравится редька зелёная, белая. Чёрную я не ем. Чёрную я так думаю, что её надо сок отжимать, натирать на тёрке, солить, сок отжимать. Я раньше так делала, у меня болел желудок от этого сока, и я сок удаляла. Теперь я себе делаю прекрасный свежий салатик. Обязательно там огурец, помидор. Но видео есть у меня на канале. И вот что я вам хочу сказать, что я сразу стала худеть. Особенно, когда я зерновое питание ввела в свой рацион проростки. Пророщенную пшеницу, ячмень, овёс и рожь. Рожь мне очень нравится, она легко и быстро прорастает. Можно с неё делать молочко, котлетки, хлеб. Просто добавлять в имбирный суп. Вместо хлеба его есть. Ну, все вот эти зёрна можно есть вместо хлеба. Я вот сегодня ела с пшеницы, пророщенную пшеницу. Прям видео выложила, мой завтрак. Но я хочу сказать не об этом. Моя мысль такая, что вот весна сейчас. Возможно, какие-то вирусы ходят. Но они ходят всю зиму. Я не болела. Моя семья там переболела уже по нескольку раз. Я провела себе 21 день противопаразитарную чистку травами. 10 трав сделала и по чайной ложечке 2-3 раза в день пила. Потом 10 дней отдыхала. И вот сейчас ещё буду так вот 4 дня опять противопаразитарные травы. Потом 10 отдыхать. И так цикл буду повторять. 4-10, 4-10. Вот я второй день сейчас пью. Травки уже пол чайной ложечки я пью. Добавляю 100 миллилитров кипяточка. Или на огне могу подкипятить его немножко. Оно настоится. И после еды, приблизительно через минут 40, я после еды пью несколько глотков вот этой жидкости. И могу даже без всякого мёда и без сладкого пить. Нормально. Там девисельчик, там полынь. Там много чего. У меня на сайте есть этот рецепт. Там можно менять травки. Другой состав делать в следующий раз. Я так и буду делать. И вот несмотря на это, или смотря на это, у меня сегодня потекло из носа. То ли это очищение, то ли это какое-то вирусное заболевание весна. Я не знаю пока. Но естественно, оно меня вообще не тревожит. Я повязала шарфик на шею. Оксалиновой мазью намазала себе нос. И вот сейчас сижу, у меня ничего не течёт. Ничего такого. Выпила противопаразитарные травки. Делаю себе, протираю свои подмышки 3-х процентной перекисью 2-3 раза в день. Потом я начала, но надо что-то применять. Начала нюхать эфирные масла. Промассировала себе десна с капелькой эфирного масла, хвойного. У меня сейчас нету тут этикетки, но у меня ель и кедр. По-моему, это кедровое эфирное масло. И я вот чувствую себя в себе прекрасно. У меня нос перестал течь. Я была, правда, в шоке, но вот понюхала то, применила то. Возможно, это очищение. Здоровых людей я не думаю, что полностью здоровые люди. Людей много на земле. Воздух загрязнён. Вода у нас. Зубными пастами пользуются вредными. Хлеб едят белый, дрожжевой. Ну, много ловушек для того, чтобы ты испортил своё здоровье. У меня вот разрушились полностью зубы почти все. Впереди только осталось там немножко. Это вот из-за того, что у меня не было знаний, как ухаживать за своими зубами. И полоскание я делала. Полоскала, покупала всякие химические препараты для полоскания рта. И зубной пастой чистила утром, вечером обязательно. Иногда я и усиливала три раза в день. Нет, это не помогло. Я думала, что это рождение детей. Но она так и была. По два зуба теряла с каждой дочерью. Две дочери, четыре зуба нет. У меня нету ни одного зуба нелечённого. Все с пломбами. Знаете сами, что где пломба, там потом. Она выпадает без конца. То ли плохая пломба. То ли, то ли. И всё, потом корешки и удаляешь корешки. Зубами вообще проблема. Ну вот я вот хотела сказать, что буду я болеть, посмотрю завтра или нет. Ну вот с вами поделилась, что то ли у меня очищение идёт, шло с утра, то ли я просто где-то попростывала. Ну я стараюсь гулять, но до сих пор ношу шапочку. Мало ли, что там молодёжь ходит с открытой головой. Нам нельзя. Мы в возрасте люди. Надо себе, о себе заботиться. Ну вот пока всё. В следующий раз ещё поболтаю. Всем приятной весны. Гуляйте побольше, берегите своё здоровье, кушайте правильно. До встречи. С вами была Людмила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова